Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Ты, Святая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 13 сентября. Житие святого священно-мученика Корнилия Сотника. Вскоре после страданий Господа нашего Иисуса Христа и то воскресения и вознесения Его на небесах, в Кесарии Палестинской поселился сотник по имени Корнилия, родом из Италии Прокийской. Он, хотя и пребывал во тьме неверия, однако уже совершал дела света и, оставаясь еленым, был подобен христианину. Христа не знал он, но делами милосердия бессознательно почитал его. Живя посреди развращенного мира, он был добродетелен, как свидетельствует об нем Святой Лука в деяниях. Муж некоторый был в Кесарии именем Корнилий Сотник, воин, нарицающий Италийский, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творящий много милостыней для людей и всегда молящийся Богу. Бог не презрел таковых его добродетелей и благоволил просветить его светом веры и привести к познанию истины, дабы добрые дела его не покрывались мраком неверия. Однажды, молясь Богу в своем доме, этот богобоязненный муж увидел ангела Божия, который возвестил ему, что его молитвы и милостыни приняты Богом. Ангел повелел ему послать в Йопию, в переводе с еврейского значит «красивая, возвышенная местность», за Симоном, называемым Петром. И вспомни то, что тот ему скажет. Он тотчас послал с мольбой звать Петра. В то время как постные Корнилия шли в Йопию, Петр зашел наверх дома в шестом часу дня. Иудеи обыкновенно удалялись для молитвы на верхнюю горницу. Петр, устраившуюся на кровле дома, род нашего мезонина. Петр расставался на самой кровле поля под открытым небом. Шестой час соответствует нашему двенадцатому часу дня. Он чувствовал в это время голод. И вот перед ним явилось видение, внушавшее ему, чтобы он не внушался идти к необрезанному иноплеменнику, ибо евреи не входили в общение с язычниками и внушались ими. В видении Южи 6 и Петру было такое. С неба три раза спускался сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла, и голос повелевал Петру, чтобы он заколол и ел находившиеся в сосуде животных, зверей, гадов и птиц. Когда Петр отказывался и говорил, что он никогда не ел ничего нечистого, голос снова сказал ему с неба, «То, что Бог очистил, не признавай нечистым». Это видение было знамением обращения Корнилия и других язычников. Голод Петра знаменал собой голод, описанный пророком Амосом. Не голод хлеба не жаждет воды, но голод слышания Слова Божия. Такой голод был в доме Корнилия и у всех язычников. Как Петр желал хлеба, необходимого для тела, так те – хлеба для души. Сосуд, привязанный за четыре конца знаменого церковь Христа, утверждаемую вере четырьмя евангелистами. Находившиеся сосуды различные нечистые животные – звери, гады и птицы – обозначали собой язычников, которые по своим низким земным стремлениям были подобны четвероногим животным, взирая своим умственным оком только в землю, не зная помышления о небесном, и не умея искать выше земного. По своей лютости они были звери, а по вредному для душ нечести – ядовитые гады. По гордому высокомерию же они походили на высоко парящих птиц. Их было поверено заколать и есть, то есть острым мечом Слова Божия умертви древнеязыческие животные похоти и зверские нравы, и соделать из очищенных крещением душ и тела жертву живую, благоприятную Богу. Троекратное схожение сосудов обозначало троекратное погружение к крещению. А когда голос неба возвещал, что они очищены Богом, то это означало, что Христос пролил свою кровь омывающей греховной скверны не только за израильтян, но и за язычников. Когда Петр размышлял об этом видении и пребывал в недоумении, посланные Корнили подошли к его дому и спросили о нем. Дух Божий поделел ему идти с ними не колеблясь, дабы первого язычника присоединить к церкви Христовой. За ним должны были идти ко Христу и другие язычники. Когда Петр вошел в дом, Корнили, окруженный всеми своими родственниками и друзьями, принял его с почетом и, припавши к ногам Петра, поклонился им. Тогда Петр поднял его и сказал, «Вы знаете, что иудеяину непристольно входить к наплеменникам и иметь с ними общение. Однако Бог открыл мне, что не следует называть скверным или нечистым ни одного человека. И так я пришел к вам без всякого колебания и спрашиваю теперь, «Зачем вы призрали меня к себе?» Корнили со всеми подробностями рассказал ему, как он увидел ангела и что услышал от него, и просил Петра научить его, как достигнуть спасения. Петр же, отверши уста свои, стал проповедовать ему об Иисусе Христе, что он был Бог во плоти, жил на земле с людьми, учил и направлял их на путь, ведущий Царство Небесное, и сотворил много знамений и чудес, врачуя всякую болезнь и восхищая мертвых словом. Далее Петр поведал о том, как Христос добровольно пострадал и умер, а потом воскрел для того, чтобы освободить человека от страданий и воскреснуть от смерти, даровав ему жизнь вечную, что он будет судить живых и мертвых, что о нем свидетельствуют все пророки, и что всякий верующий во имя его получит прощение грехов. Когда Петр говорил это, Святой Дух, вселяя его слова в сердца слышавших, привел их к вере, и корнили крестился со всем своим домом. Он первый из изыскников, уверовав в Господа нашего Иисуса Христа, и по принятии крещения оставил все и пошел за Петром, который поставил его епископом. Проходя с Петром и другими проповедниками различной страны, он ревностно трудился, проповедуя о Христе. Когда Петр вместе с Тимофеем и Корнилием находился в городе Епеси, им стало известно, что это было поклонство особенно сильно в городе Скепсии, в западной малайзийской провинции Мизии. И они рассуждали, кому из них идти туда на проповедь. Они бросили жребий, который пал на Корнилия, и тот, призав на помощь Бога, поспешно пошел в этот город. Там жил князь по имени Димитрий, философ, изучивший Еленскую премудрость, который чрезвычайно ненавидел христианскую веру, почитал же богов языческих, и больше всего Аполлона и Дия. Узнав о прибытии в город Корнилия, князь тотчас призвал его к себе и спросил, откуда и зачем он пришел сюда. Корнилия отвечал, «Я раб Бога живого, пришел же сюда, как послый, для того, чтобы вызвать тебя из глубочайшего мрака невидения, извести к свету истины и бросить чистый луч познания в твою душу». Тоже не выразумевший ничего из слов Корнилия, разгневался и с яростью сказал, «Я спрашиваю тебя об одном, а ты мне говоришь о другом. Клянусь богами, если ты не ответишь на каждый мой вопрос, то я не посижу твоей старости, не посижу седин твоих». «Итак, скажи мне, кому ты слушал, зачем ты пришел сюда?» Корнилия же сказал, «Если хочешь узнать о моей службе, то узнай, что я сотник». Когда он слышал о тебе, что ты и жена твоя, и все жители твоей области впали в великое заблуждение, то пришел избавить вас от демонского пресчения, наставить на истинный путь и примирить с единым живым Богом, который сотворил небо и землю и все, что в них находится». На это Димитрий сказал, «Я вижу, что ты удручен старостью, исчезу тебя ввиду твоих преклонных лет. Перестань говорить ложь, приступи к богам нашим и поклонись им. Если же не захочешь этого исполнить, то знай, что я предам тебе тяжким мучениям, и ни один Бог, кроме моих богов, не избавит тебя из рук моих». «Бог мой», — ответил Корнилий, «может не только сохранить меня целым и невредимым от всех зол и избавить от рук человеческих, но и уничтожить твоих богов и сокрушить в прах их истуканы, а тебя, тщетно на них надеющегося, привести к познанию его. Я же бесам и бездушным изображениям никогда не поклонюсь, ибо написано, «Боги, которые небо и земли не сотворили, да погибнут, и еще Господь Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». Пришел же я сюда для того, чтобы обратить вас к покаянию и отвести вас от дьявольской святи, которая уловленная от него, чтобы служить ему». Князь тогда сказал, «Я клялся богами моими, что не пощажу тебя, но предам тяжким мучениям, если ты не принесешь жертву богам». «Каким богам велись ты принести жертву?» спросил Корнилий. И сказал князь, «Принеси жертву Аполлону и Дию». Корнилий сказал тогда, «Покажи мне тех богов твоих». Князь обрадовался, думал, что он хочет поклониться, и повел его ко храму Дии. За ними шел народ, желая видеть, как Корнилий будет поклоняться идолам. Дойдя до храма, все вошли туда. Князь с Корнилием и прочее. Между коими была и жена князя по имени Еванфия, и сын его, названный по имени отца своего Димитрианом. Войдя в Эдовский храм, Корнилий обратился лицом к востоку и, преклонив колено свои на землю, молился так. Древние христиане молились, обращаясь к востоку, откуда восходит солнце, которое было символом солнца правды Христа. «Боже, потрясающие земли и превращающие горы в бездны морские! Ты рукой, Данила, сокрушил Ваала, умертвел змеи и заградившую сталь, восохранил невредимым раба Твоего. И ныне не спровергни этих идолов и дал познать людям Твою сильную мышцу!» Помолившись так, святой вышел из храма. Вместе с ним вышел князь Димитрий и весь собравшийся здесь народ, Иван все же с Димитрианом, оставались внутри храма. И вот внезапно взялось землетрясение, храм сына не упал, и бойги, на которых язычники надеялись, разбились в прах. Жене же князя с сыном ее выход был загражден упавшими стенами. Весь народ был в ужасе, видя падение храма. Князь же не знал, что жена и сын его были завалены стенами. Радуясь силе Бога живого, Корнилий сказал князю, «Где теперь, князь, твои великие боги?» Тот же, исполнившись ярости, сказал, «Скажи нам, волшебник, какими чарами ты устроил падение храма и богов наших?» И стал он советоваться со своими приближенными, какими муками погубить Корнилия. День уже склонялся к вечеру, и солнце стало заходить. Почему? Времени для мучения Корнилия и не оставалось. Князь повелел связать ему руки и ноги и в таком положении повесить его в темнице, чтобы он, вися всю ночь, страдал до утра. Утром же князь хотел жестоко его мучить и умертвить. Когда святой был отведен в темницу, и там по повелению мучителя повешен со связанными руками и ногами, к князю прибежал один из его рабов по имени Толефон и сказал «Господин, моя госпожа, единственный сын твой погибли в храме, обрушившемся в землетрясение». Князь Дмитрий, услыхав это, разорвал на себе одежды и горько зарыдал. Древние разрывали свои одежды за знак печали. Плакали с ним и старейшины города, иные же его утешали. Но кто мог утешить в таком горе, какое он почувствовал в своем сердце при получении вести о внезапной кончине жены и сына? Тогда князь сказал своим приближенным «Пойдите, разметайте камни павшего храма, отыщите кости возлюбленной супруги моей и моего милого сына и принесите их ко мне». Сказав это, он снова горько зарыдал. В это время поспешно пришел к нему начальник жрецов Варват и сказал «Я слышал голос жены твоей сына, которые из середины упавших стен восписали. Велик Бог христианский, Он сохранил нас живыми от ужасной смерти через раба своего Корнилия. Простите же этого святого мужа, чтобы он вылил нас отсюда и чтобы мы здесь не погибли. Ибо мы видим дивные чудеса его Бога и слышим голоса ангелов, которые поют «Слава Вышней Богу на земле, мир в человеках благоволения». Услышав это от Варвата, князь быстро побежал со всеми своими приближенными к рабу Божию в темницу и нашел его там свободно ходящим. Ангел Господень разрешил его от уз. И припал князь к ногам Корнилия, говоря «Велик Корнилий твой Бог, который хранит мою супругу моего сына в упавшем храме. Итак, молю тебя, раб Бога Вышнего, прийди и выведи их оттуда. Я со всеми моими приближенными веруя во Христа распятого, коего ты проповедуешь». Святой Корнилий пошел с ними к упавшему Идольскому храму и, возведя на небо очи свои, сказал «Господи, Божий сил, презирающий на земле и творящий ее трястись, от лица Твоего тают горы и высыхают бездны». «Услышь, Господи, моление заключенных, изведи из развалин Ефанфию и не отврати лица сына ее, но внемли им ради имени Твоего». Когда он молился так, внезапно открылось место, где между павшими стенами была заключена Ефанфия с сыном, и оба вышли оттуда невредимы, восхваляя Бога. Все же бывшие там и видевшие это преславное чудо восклицали «Велик Бог христианский!» Дмитрий крестился с женой и сыном и со всем домом своим крестился, с ними крестились 277 других граждан. Святой же Корнилий прожил в том городе довольно долго, искореняя тернии неверия и сердец человеческих и растевая семена благочестия. В скором времени он обратил ко Христу весь город и одного уважаемого мужа по имени Евномия поставил там пресвитером. Дожив до глубокой старости и приблизившись к смерти, о кое узнал заранее, он усердно молился, приготовляя себя в путь к Господу. Собрав к себе всех, кого он обратил из язычества в христианство, он научил их пребывать в вере и любви и упражняться во всяких добродетелях, преуспевая в исполнении заповедей Господних. Много получив их, он услышал голос с неба, Корнилий, иди ко мне, ибо приготовлен тебе венец правды. Услышав это, Корнилий тотчас стал молиться и, преклонивши колено, сказал, Господи Боже наш, Ты исподобил меня соблюсти веру, совершить подвиг и победить сопротивных. Благодарю Тебя за все, но прошу Тебя, Господи, призрись Твоей святой высоты на рабов Твоих и будь к ним милостив. Утверди их в вере, укрепи в подвигах, пошли им помощь в исполнении святых Твоих заповедей, чтобы они непрестанно прославляли пресвятое имя Твое ныне и во веки веков. И когда все сказали Аминь, он предал с радостью дух Свой в руки Господа, призывавшего его на небеса. Княжа Дмитрий с супругой своей Иванфией сыном Дмитрианом, пресвитером, Евномием и всеми верующими долго плакали над отцом и учителем своим, зажегши свечи и воспевши над гробной песни, они погребли тело его счастья близ упавшего храма Диева. Все трое пострадали за Христа и присисли к лику святых в памятях 11 сентября. И каждый день верующие, приходя на его могилу, кодили ладаном и молились, и от гроба его болящим подавалось много исцелений. Прошло много лет, и все современники описанных событий отошли ко Господу. Последующим поколениям осталось неизвестным то место, где были погребены мощи святого Корнилия, ибо вокруг его гробницы выросла терния и густой кустарник, и никто не знал о хранившееся там драгоценном сокровище. Однажды случилось бы на том месте епископу города Трады Силуану. Святой Корнилий явился ему ночью во сне и сказал «Долгое время я живу здесь, и никто не навестил меня». Епископ же, пробудившись от сна, удивлялся виденному и недоумевал, кто являлся ему. На следующую ночь святой снова явился ему и сказал «Я сотни Корнилий, мощи же мои лежат в Терновнике, растущем около того места, где некогда стоял храм Дия. Ты построи мне церковь близ места, принадлежавшего Димитрию, то место зовется Пандохиум, и на нем погребены многие тела верных и святых братьев». Это греческое название странноприимного дома. На утро епископ рассказал о видении своему клиру и отправился со всеми к тому терновнику, который в видении ему показал святой. Помолившись, они начали копать землю из коронов и ковчег, заключавший в себе мощи святого Корнилия, целые и непленные, от которых исходило необычайное благоухание, и все были очень обрадованы обретением такого великого сокровища. Епископ же оставался затруднением относительно церкви, которая повелела ему построить святой, ибо у него не было столько денег, сколько требовалось для построения церкви. Однако и в этом деле святой Корнилий не замедлил помочь епископу. На следующую ночь он явился одному благочестивому и очень богатому человеку по имени Евгению, и повелел ему дать епископу Силану столько денег, сколько будет нужно для построения церкви. Евгений же сообщил о своем видении епископу и дал ему все нужное, после чего святой храм был построен и украшен со всяким благолепием. Когда наступило время перенесения честных мощей из терновника в новосознанную церковь, собралось множество верующих с епископом Силуаном и Евгением, имея в руках своих возжженные свечи. Едва епископ с клиром начали петь три святые, как ковчег внезапно поднялся сам кто не смел прикоснуться к нему. Видя, что ковчег движется сам собой, все удивлялись и ужасались и едиными устами вопияли «Свят, свят, спят Господь Собоов, являющий нам силой и чудеса свои через раба своего Корнилия». Случилось там быть в то время и многим неверующим, которые, видя это чудо, уверовали в Господа нашего Иисуса Христа. Когда же все дошли до церкви и вошли в нее, то встал на пообе стороны, стали, желая видеть, как пойдет ковчег с мощами и где станет. Он же, двигаясь прямо, стал близ алтаря по правую сторону. Епископ хотел поставить его внутри алтаря, но никто не мог подвинуть ковчег с того места, на ком он стал сам. И совершались многие чудеса в то время и впоследствии от святых и чудотворных мощей угодника Божия. По смерти епископа Силуана имени Янкратия расписать всю церковь священными изображениями и более всего позаботиться о написании иконы самого святого Корнилия. Иконописец, же начав писать икону святого Корнилия, никак не мог изобразить лица его и несколько раз смывал все, что писал на иконе, чувствуя, что ему не удается написать лик святого вполне благолепно. Янкратий вышел из себя, произнесший хуйные слова против святого, оставил его икону и намереваясь написать что-нибудь другое на церковной стене, поднялся на лестницу, но, поскользнувшись, упал вниз и так расшибся, что лежал как мертвый. Бывшие в церкви взяли его, снесли в дом и положили на одре и два живого и не способного вымолвить даже одно слово. Вокруг его рта видны были черви, из коих одни всползали, другие выползали из его уст. Это было наказанием ему за то, что он осмелился произнести своими устами хульные слова против святого. Однако, как сам Господь, так и святые рабы его гневаются не до конца и не вечно негодуют. Ибо наутро тот, кто вышел живыми, вывел живыми жену и сына Дмитрия из разрушившихся стен, явился и Янкратий и взял его за руку, поднял его садра, как бы от сна, и стал невидим. Янкратий же почувствовал себя здоровым, поспешил в церковь святого и припавший к честному ковчегу, в котором почевали целебные мощи Корнили, с плачем просил прощения за свой проступок и благодарил святого за то, что тот помиловал его и исцелил от болезни, когда он был уже близок к смерти. Двойной пользы получил тот иконописец от явления святого. Он исцелился от болезни и узнал, каком был лик святого. После всего он изобразил на иконе святого Корнилия так, как видел его в явлении и прославлял Христа Бога со Отцом и Святым Духом славимого во веки. Аминь. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok